МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Цифра на столичной дороге поможет разгрузить улицы и избавить их от заторов". Все подробности в этом выпуске программы Цифровой Казахстан. Борьбу с дорожными заторами начали практически сразу, как те стали появляться. Решений предлагают множество. Отказ от личного транспорта в пользу общественного, смещение времени, начало-окончание рабочего дня, введение платного въезда в определенные части города. В столице нашей страны начались внедрения на дорогах искусственного разума. В настоящий момент в городе Новосултан есть интеллектуальная транспортная система. Подключены 109 светокоров в городе. из 475, то есть пока охват 21% города. Данная система позволяет работать светофором в адаптивном режиме. То есть в зависимости от потока транспорта меняется время горения сигнала светофора. То есть с одной стороны может подъехать больше транспорта, включится больше зеленый, значит. Либо где-то придержать можно транспорт. Эта система работает на основе детекторов, датчиков. По дорогам главного города республики, учитывая транзитный транспорт, сегодня передвигается больше 300 тысяч самоходных транспортных средств. Водителю каждого нужно максимально быстро доехать до пункта назначения. В часы пик сидящие за рулем нервничают, сигналят друг другу, иногда даже кричат на светофоры. Машин с каждым днем в городе становится больше, и у строителей дорожно-транспортной сети каждый же день эту самую сеть оптимизируют. Регулирование движения на некоторых магистралях поручили искусственному разуму. Поступают данные, фиксируются, скорость транспорта фиксируется, и потом уже по заданному алгоритму пропускается транспорт. То есть если автобус по графику задерживается, он может подъехать к нашему светофору интеллектуальному, и ему включится, может, быстрее зеленый сигнал светофора. У нее есть GPS-трек, естественно, и задается определенная очередь транспорта. Дорожная ситуация – не компьютерная игра, и только компьютерными технологиями вряд ли можно было бы успокоить нервы водителей. Улиц в столице сегодня почти тысяча, их протяженность около тысячи же километров. Транспортная инфраструктура, объездные дороги тоже во многом помогли разгрузить город. Правый съезд – вещь вроде бы простая и незаметная, когда есть. А вот когда нет, правые и левые ряды, как правило, заняты. Там пешеходов пропускают, тут ждут, когда встречный поток проедет. Строительство лепестков тоже во многом помогло оптимизировать движение. Мы видим, как меняется поток транспорта, и уже делаем свои какие-то анализы. То есть где-то нужно добавить левый поворот, больше сделать, правосторонние съезды сделать. Это все делается на основе этих полученных данных. Оптимизировать транспортную систему поможет и исключение левых поворотов на некоторых магистралях. Ну а цифра же повышает эффективность транспортной системы уже вкупе с инженерными решениями. Есть еще у нас также табло информирования ВМС. ВМС-табло. Это табло переменной информации. Например, Таус-Судыко-Шкарбаева, мы можем посмотреть, вот часто закрывается площадь на какие-то мероприятия. И мы можем перекрывать эту площадь знаками. Это вот знак 581, движение по полосам. Это все делает оператор. Например, закрыть площадь. Нажимаем. Закрывается площадь. И это как пилотный проект. Чем больше таких будет, мы сможем разгружать улицу в зависимости от потока. В 2014 году был пилотный проект введен. В первую очередь 42 светофора. На данный момент уже реализуется вторая очередь. Пока 109. К концу года будет 130. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же помогает нам организовать движение, которое, как известно, и есть сама жизнь. Узнать же обо всех подробностях вы традиционно сможете в программе «Цифровой» в Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин